Здравствуйте, это Украла в Субилом Немире, мы продолжаем наши эфиры, я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гетьма. Мы очень рады, что с нами на связи сегодня Александр Харебин. Александр, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. День добрый зрителей, день добрый Людмила. Александр, вот я много разных тем приготовила для того, чтобы обсудить сегодня с вами, но у нас есть хорошая традиция, да, начинать с какого-нибудь такого случайного анекдота. Я думаю, может оставим это традицией, на всякий случай, не знаю. И вот я думаю, у меня есть первый вопрос, который связан со скандалом в Министерстве обороны России, когда там заместители Шойгу допрашивают, обвиняют в коррупции, кого-то может быть в государственной измене. Очень интересный такой процесс. Впервые так активно заговорили об изменениях среди военного руководства российского. После Пригожина, помним историю с Суровикиным, когда там куда-то пропадал, потом находился. Я не знаю, найдем ли под это какой-то анекдот или что? Или обойдемся без анекдот? Вы знаете, скорее даже не анекдот, а такая шутка. И он очень хорошо ложится в то, что происходит сейчас в российском Минобороне. Это когда командующего финской армии спрашивает, немецкий командующий, как думаешь, как скоро финская армия сможет захватить Санкт-Петербург? Ну, финский командующий подумал пару минут, говорит, слушай, ну, думаю, что там быстро, за несколько дней. Только есть одна проблема, говорит, какая? Я думаю, там уже будут поляки. Да, это хорошо. Поэтому если, как это, эти слова, да, богу в уши, скажем прямо. Но если говорить о серьезных вещах, и, в общем-то, говорить нужно об однозначно серьезных вещах, потому что российская армия меняется, российское командование меняется, меняются тактические наработки, учебные наработки. То есть, фактически, в Российской Федерации, как и в Украине, есть Генштаб, который руководит наступательной операцией и фактически руководит войной фронтом. Есть Минобороны, олицетворением которого является Вечный Шойгу, роль которого очень интересно было подсвечено в фильме «Предатели» Марии Певчих. Я думаю, мы об этом тоже поговорим, потому что это одна из составляющих российского будущего. Поэтому для меня и, в общем-то, для большинства тех, кто пытается, либо уже научился анализировать сигналы, которые посылают путинские ставленники друг к другу, арест заместителей Шойгу, арест всех исполнителей по оборонным контрактам, по строительным контрактам, но может оттолковаться только в одном ключе. Это фактически сигнал Шойгу и сигнал всем силовикам, всей так называемой путинской элите, что неудовольствие царя России итогами и темпами наступательной операции выливаются в посадки, в отлучение от кормушки и лишение активов. Не существует иного другого объяснения, потому что Российская Федерация, нынешняя Российская Путинская империя построена на коррупции, и коррупция является становым хребтом России на сегодняшний момент. Поэтому верить в то, что имитация борьбы – это имитация, нет, это не имитация, это наказание. Царь наказал очередного своего боярина. Кроме того, это наказание, и эти аресты, и вскрытие схем, на которых зарабатывали строительные организации Минобороны Российской Федерации по восстановлению разрушенного украинского Мариуполя на крымских контрактах, на строительстве жилья для российских военнослужащих. Ну, то есть эта коррупция действительно превзошла все мыслимые пределы, и действительно она стала мешать обороноспособности Российской Федерации. Для Украины это однозначно плохо. Чем больше воровали, тем меньше у России было бы шансов и возможностей наступать, тем меньше было бы ресурсов, и тем было бы больше недоверия к командованию. Посмотрим, чем закончится. То есть разденут и пустят голым нищим, либо начнется череда каких-то неопознанных смертей в Минобороны Российской Федерации. В любом случае подобные элементы нестабильности нам на руку. Дальше нужно будет анализировать, куда это все выйдет. Александр, позвольте сразу, раз уж мы о России заговорили, сказать, процитировать директора национальной разведки США Эврил Гейнс, которая во время слушаний в Конгрессе 2 марта заявила о том, что Путин продолжает считать, что Россия пребывает или находится под угрозой. И, наверное, даже допускает, что большая и лучшая оснащенная армия это самое лучшее, что он может сейчас сделать. И она также прокомментировала, что у Путина есть параноидальный страх через как будто попытки Запада ограничить власть России в мире. И вы знаете, вот этот взгляд на страхи действия Путина меня несколько озадачен. То есть это выглядит так, что как будто Америка формально соглашается с тем, что да, вот у Путина вот так все сложилось, он боится, исходя из своих этих страхов. И это какой-то странный взгляд на действия Путина. И мне кажется, он очень сильно влияет на стратегию, которую Америка выбирает в отношении России. Потому что если бы было сказано, что это попытка Путина удержаться у власти, поработить другие народы, убить людей, которые находятся в ближайшей стране и так далее, это одна аргументация. А если говорить из того, что Путин по-прежнему продолжает бояться, что Америка каким-то образом ограничить его влияние, секундочку, так что какой тогда ответ? Давайте увеличим его влияние? То есть вот это очень удивительная постановка вопроса. Может быть, я что-то и не так понимаю, но меня это несколько поразило. Вот очень хотела спросить, как вы к этому относитесь? Людмила, нет ничего удивительного. Это тактика, технология и стратегия Киссинджера, которая по-прежнему доминирует в американских головах, в интеллектуальных элитах и правительственных чиновниках. То есть Россия по-прежнему в некоторой степени воспринимается частью дуального мира, биполярного мира, когда было противостояние России, то бишь Советского Союза и США, и люди, которые выросли на этом противостоянии, люди, которые защищали диссертации, получали гранты, писали умные и не очень учебники, никак не могут отказаться от мысли о том, что мир поменялся, и Россия это фактически, скажем так, бензоголлонка, как говорил Маккейн. Вот и все. Поэтому разные люди, разные чиновники могут высказывать, даже такого высокого ранга, даже с такими позициями, высказывать свои какие-то домыслы или свои предположения. Если вы думаете, что американская администрация чем-то отличается от украинской администрации, то вы ошибаетесь. Каждый член администрации, имеющий доступ к медиа, имеет право на точку зрения, которое из-за роли США обсуждается как нечто серьезное или нечто заслуживающее внимания. Ну, сказала и сказала, нам свое делать. Поэтому я на самом деле не стал бы обращать внимание на эти заявления. Слова словами для нас важнее то, что Байден будет делать или сделает в отношении поддержки Украины на сегодняшний день. И здесь не вопрос противостояния США и России. То есть Россия по-прежнему все равно в действиях США остается, уже стала второсотным государством. И противостояние США и Китая сейчас приобрело, приобретает и в ближайшем будущем станет доминирующим. Особенно в контексте ближайшие, с 5 по 10 мая, Синьцзиньпинь приезжает впервые после пандемии, прилетает в Европу. И если вы, я думаю, вы знаете, первая встреча у него будет, одна из доминирующих встреч будет с Макроном, с Францией. И, соответственно, следующие две с Венграми, с Орпаном и с Сербией. Вот это гораздо интереснее. И действительно вызов, который сейчас Европа пытается бросить в гегемонии США, говоря правильные, очень жизнеутверждающие докторные слова. Это все пазлы одной мозаики, которые сейчас разворачиваются на наших глазах. К сожалению, война России против Украины по-прежнему остается частной, локальной войной, которая, как бы нам ни хотелось, все меньше и меньше привлекает внимание с других стран Запада. Поэтому Китай. Я бы смотрел на Китай, взаимоотношения США с Китаем, взаимоотношения Европы с Китаем. Если на Китай, то давайте посмотрим на Китай, потому что повод посмотреть есть. Блинкин был с визитом к Китаю, и сразу поспешили написать, что как бы визит-то, собственно, не удался. Ну, внешне, по крайней мере, об этом писали. А потом вдруг появилась информация о том, что американским банкам разрешили работать с российскими банками, чтобы провести оплаты за энергоносители и определили даже какой-то срок. Я говорила с экспертами по энергетике. Одни сказали, что это нормальная практика. Другие сказали, что это для того, чтобы китайцы могли вывести деньги из России. Много было разных трактовок. Но, тем не менее, как бы вы прокомментировали эту ситуацию. И немножко пойдем дальше. Мы знаем прекрасно и многократно слышали о том, что министр финансов Соединенных Штатов Америки ездит неоднократно в Китай и пребывает там не просто с визитом здесь и сейчас приехала, уехала и поговорила, а на несколько дней приезжает в Китай. И, как сказал Тарас Бебешко мне в интервью, он сказал, что когда на несколько дней, то это значит, что есть какие-то пункты, которые прорабатываются детально, обговариваются. То есть это не просто столкновение. Это разговор предметный и основательный. И в этом смысле давайте немного об этом. Мы не услышали никаких новых заявлений после визита Блинкена в Китай. Было очень много грозных заявлений от американской стороны. Был такой минимальный американский шантаж в отношении того, что если Китай не сделает там перечень факторов, особенно он нам был важен, Украине был важен в контексте того, что Китай должен прекратить поддержку Российской Федерации в этой войне, Блинкен уехал пока ни с чем. Пока не было публичных заявлений, пока не было каких-то действий, пока мы не видим, что требования и угрозы Соединенных Штатов Китаем были услышаны. Более того, я думаю, наши зрители знают, что в тот же день, когда улетел Блинкен, китайский лидер принял у себя руководство Хамаса. Это очень показательно, это действительно дипломатическим языком, ну, скажем прямо, напоминает некий такой средний палец всем усилиям американцев по попытках найти точки соприкосновения. Но пока Китай все равно, на мой взгляд, придерживается такой биполярной логики, пока это еще не биполярка, когда левая рука не знает, что делает правая, скажем прямо, Китай все-таки пытается играть на оба лагеря в ожидании того, кто станет новым президентом Соединенных Штатов, в ожидании того, чем закончится война Российской Федерации против Украины, и каким Запад выйдет из этой войны. Поэтому Китай сохраняет возможность вернуться в орбиту сотрудничества с западной цивилизацией, и точно так же Китай сохраняет за собой право возглавить новую ось или новый блок, который станет или будет претендовать на доминирующую роль в современной цивилизации. Поэтому пока это не более чем набор дипломатических шагов, который формирует будущую новую реальность, которая на наших глазах до конца этого года приобретет почти законченные очертания. Поэтому так же это просто событие, на которое нужно обратить внимание как элемент новой паутины, нового пазла, который складывается на наших глазах. Более того, я дополню, что это новая геополитическая реальность, новая политическая реальность заиграет новыми красками после саммита мира, который по инициативе Украины пройдет 15-16 июня в Швейцарии. И важным инструментом, элементом и маркером будет участие, либо не участие Китая и уровень этой представленности на этом саммите. То, что сейчас стало активно обсуждаться в украинских средствах массовой информации, то, что мы слышим в заявлениях министра иностранных дел Украины Кулебы о том, что только после этого саммита Украина сможет начать рассматривать варианты медного договора с Российской Федерацией, на мой взгляд, это весьма знаковые вещи. И действительно, на этот саммит делаются... От этого саммита есть большие надежды, и человеческие ресурсы, интеллектуальные ресурсы и его проведения колоссальные. Нужно будет посмотреть перечень участников, представленность этих участников с точки зрения топ-политиков, руководителей стран. Сейчас рано прогнозировать. Это будет конференция, это будет действительно саммит с участием первых лиц государства. Радует на сегодняшний день пока только одно, что действительно формула мира, которую мы видим, и которая будет обсуждаться на этом саммите, подразумевает территориальную целостность Украины. Без всяких параллелей, корейских сценариев и так далее. Поэтому посмотрим, с чем мы проснемся после 16 июня, с какими заявлениями. Это будет тоже важным маркером того, куда будет двигаться украинская дипломатия, куда будет двигаться итог российско-украинской войны. Александр, ожидаете ли вы от этого саммита каких-то серьезных подвижек? Я понимаю, что еще может быть достаточно рано об этом говорить, но остается полтора месяца, и мы все время наблюдаем, как идет подготовка. И тут всегда, наверное, как в каждом мероприятии, а поскольку это названо саммитом, то это, наверное, должно быть что-то все-таки глобальное, и все-таки представительство должно быть достаточно высоким. И вот этот саммит, ведь перед этим тоже было много встреч, которые были так или иначе связаны с поисками, как реализовать эту формулу мира. Они проходили в разных странах. Теперь мы называем это саммит. И вот как вам кажется, где здесь могут быть плюсы, где здесь могут быть опасности? Потому что, с одной стороны, этот саммит как может и привести к каким-то важным решениям, вопрос сможет ли, да? И, с другой стороны, он может наоборот сыграть, в другую сторону. Вот насколько здесь ситуация важна. Смотрите, да, вы правы. К сожалению, очень часто украинская дипломатия вынуждена играть по принципам «all in» в казино, или все, или ничего. Но то, с каким остервенением российская дипломатия пытается сорвать этот саммит, то, с каким остервенением российские медийные лица и пресс-службы пытаются запугать, очернить, дискредитировать этот саммит, говорит о том, что сама идея, она блестящая. Какая будет реализация, очень много зависит от ситуации на поле боя, на фронте, очень много зависит от инструментов, которые Российская Федерация будет задействовать в попытках сорвать этот саммит, и очень много будет зависеть от, скорее, американской дипломатии, которая сможет дать гарантии фактически глобальному югу. Потому что у J7, у европейских стран, у союзников, у наших союзников в войне с Российской Федерацией есть четкий консенсус касательно границ 1991 года, территориальной целостности, и здесь убеждать наших западных союзников нет необходимости. Основная задача саммита это фактически заместить. Звучит для многих удивительно, но, тем не менее, заместить с собой ООН, потому что разговоры о том, что ООН давно не выполняет свои функции, но они уже неактуальны, все и так это знают, приняли это как факт, ничего с этим сделать не могут из-за того, что устав прописан, так он как он прописан. Предварительно на сегодняшний день ожидается порядка 80 делегаций, это очень много, и, естественно, большая часть этих делегаций ожидается из стран глобального юга. Именно поэтому, из-за того, что саммит имеет черты и носит ожидания глобального, Россия так беспокоится. Обратите внимание, что российская пропаганда, Российская Федерация запускает три основных нарратива, которые пытаются дискредитировать саммит. Первый основной нарратив это саммит-пустышка, приедут фотографироваться, ничего, ни о чем, туризм, но о чем можно говорить, когда там нет России. Но в этом нарративе очень-очень четко доминирует мысль о том, что если саммит состоится в том количестве делегатов, которые ожидаемы, то Россия получит большую дипломатическую оплеуху, которая признает, то есть страны, которые будут там участвовать, по факту признают все запросы Украины, как говорит Лавров, на самом деле признает существующий миропорядок и неделимость границ послевоенного устройства. Второй нарратив, который запускается Российской Федерации, это апелляция к ланиальному прошлому стран глобального юга. Обратите внимание, что у Путина это весьма эффективно получается, но, как обычно, с библиарным расстройством у Путина и команды, у них, знаете, противоречие. С одной стороны, они рассказывают странам глобального юга о колониальном прошлом и ответственности Запада за это колониальное прошлое. С другой стороны, Россия ведет себя в Украине и начал эту войну как типичная империя, которая борется в так называемой колонии, которая не считает Украину. Ну, то есть, одним можно, другим нельзя. Но это настолько очевидно, это настолько вызывает брезгливость. Но, тем не менее, для некоторых стран глобального юга, подчеркну, это может быть очень важным нарративом. И я думаю, что здесь больше европейская дипломатия должна, именно европейская дипломатия отвечать перед африканскими странами на неудобные вопросы. Ну, и да, это и третий нарратив очень просто. Это, понятно, дискредитация Украины, страна террорист, там, бьет туда, разрушает то-то. Но это банальный нарратив, то есть, попытка сделать из Украины исламское государство, там, или поставить на одни весы, ну, это уже как бы не смешно. После Крокуса от Путина можно ждать чего угодно, поэтому я думаю, что все уже дали оценку именно этому нарративу. Вот со всем этим, так сказать, багажом этот саммит мира будет пытаться взлететь. Насколько будет эффективно, насколько дипломатические службы всех наших союзников поработают, мы скоро увидим. Оставим это как один из важных вопросов, на который мы акцентировали внимание, и будем наблюдать, что будет, как будут развиваться события, но давайте вернемся к маю. Потому что заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий дал интервью The Economist. Интервью большое, развернутое, и я вот хотела бы процитировать его, и мне интересно, как бы вы прокомментировали некоторые моменты того, что сказал генерал. По словам генерала, май станет ключевым месяцем, поскольку Россия использует трехслойный план по дестабилизации ситуации в стране. Главный фактор это военный, и генерал сказал о подготовке к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-восток, это главный фактор. А второй фактор это российская дезинформационная кампания, направленная на подрыв украинской мобилизации политической легитимности Зеленского, чей срок условно истекает 20 мая. И третьим фактором, по словам генерала, является неустанная кампания России по международной изоляции Украины, о которой вы тоже уже вспоминали. Они будут расшатывать ситуацию как только смогут. Вот три таких фактора. И вот считаете ли вы, что май будет ключевым для Украины? Ну, я бы сказал май-июнь. В мае все начнется, в конце мая. То есть, нет ничего нового, потому что Россия получила большую оплеуху от одобрения Конгрессом помощи для Украины. Это тоже стало важным маркером, но это никак не изменило планы Российской Федерации. Они стали еще более коренькое слово «зухвалом», я не знаю, российский вылетел. Наглыми. Еще более наглыми, потому что Россия понимает, что именно наглость она может сейчас что-то получить. Ну, обычные гопники из подворотни, такая бандитско-чекистская история, когда нужно наказать, нужно поднять ставки до максимума. Смотрите, у Скибицкого очень многие вот в это интервью, как обычно, наши, к сожалению, многие наши журналисты забыли упомянуть то, что он сказал, и многие наши украинские СМИ использовали фразу «Украина не победит». Он так и сказал. Правильно, Скибицкий сказал другое, он сказал «Украина не победит в одиночку». Слово «в одиночку» многие забыли упомянуть. Скибицкий наиболее реалистичен в этом интервью, и для меня в очередной раз неудивительно, это просто очередной показатель. Многие наши военачальники, так уж повелось, начиная из залужного и Будана в исключении, но это отдельная история, предпочитают коммуницировать с украинским и западным обществом через западные СМИ. по-прежнему публикации в «За иконами» с «Тайм», «Вашингтон пост» либо «Воллсрит журнал» всегда привлекают больше внимания украинских читателей, зрителей, слушателей, именно цитаты из этих публикаций растягиваются и комментируются. Удивительно, бессмысленная, бессистемная работа украинских медиа, украинской пропаганды и украинского фактически медиаландшафта. Для меня это имеет четкие обоснования, имеется конкретная фамилия, почему так случилось, но тем не менее я считаю своим долгом об этом сказать так, как я это сказал. Скибицкий, да, Скибицкий наиболее реалистичен сейчас среди всех украинских топ-военных, которые комментируют или впервые прокомментировали эту ситуацию именно так. Да, еще там прошла информация буквально, мы не так давно с вами обсуждали о нереалистичности планов по захвату Харькова, тем не менее прозвучала информация буквально вот в пятницу о том, что Россия якобы имеет планы захвата Сум и Харькова, этих планов никто не видел, но это настолько для меня так же, как и для многих очевидно, Россия может планировать все, что она считает нужным, есть у них ресурсы для этого, и вот с этими ресурсами для нас наиболее важная информация, которую мы должны искать. Подчеркну, Украина не выиграет эту войну в одиночку. И буквально, да, пятничное заявление, вот визит министра странных дел Великобритании Камерона в Украину дает ответы на многие вопросы. Камерон заявил о том, что Британия не возражает против использования переданного Британией вооружения по территории Российской Федерации. Камерон заявил о том, что Британия ежегодно будет выделять на украинскую военную помощь 3 миллиарда фунтов, ну, то есть, это плюс 25% в долларах фактически. Вот, то есть, Британия остается для нас ключевым на сегодняшний день англосаксонским союзником после США, естественно, и наиболее яркое это заявление об ударах по российской территории. Думаю, что Россия все это прекрасно понимает, Путин это понимает, более того, не только Британия, информация, что есть у меня, но это не совсем публичная информация, заявила о, не только Британия заявила о разрешении использовать свои вооружения, но осталась только Германия с Таурусами, последний такой фортетя, фортетя Берлин, который Украине нужно преодолеть, сломать, для того, чтобы мы получили весь инструмент, весь набор тактических средств для нанесения России максимального поражения в этой войне. Ф-16 ждем. Заявление спикера военно-воздушных сил мы все знали, когда будут самолеты после Пасхи. Пасха скоро заканчивает. Начнем вот Пасха в пятницу, пятого числа, когда это воскресенье, вот сейчас, последний день, так что после Пасхи это может быть завтра, может быть через неделю, может быть скоро. Александр, ну, чтобы четко процитировать то, что сказал генерал Скибицкий, мне кажется, это тоже важно, вы сказали, не победит в одиночку, но он добавил еще одну фразу, которая мне кажется важной, и я ее процитирую. Генерал Скибицкий говорит, что не видит возможности, я прямо выиграть войну только на поле боя. Даже если ей удастся оттеснить российские войска к границам, а такая перспектива становится все более отдаленной, это не приведет к окончанию войны. Такие войны можно закончить только договорами, говорит он. Сейчас обе стороны борются за наиболее выгодную позицию в преддверии возможных переговоров. Но полноценные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, полагает он. К тому времени Россия столкнется с серьезными встречными ветрами. И еще интересные два фактора, которые, мне кажется, было бы интересно обсудить, это что, по словам генерала, самый большой неизвестный фактор войны, это Европа. Если соседи Украины не найдут способ еще больше увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России. И по его словам, храбрости самопожертвования Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу со стороны некогда внушавших страх воздушно-десантных войск и морской пехоты России как минимум на десятилетие. И ключевая фраза. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре, это вот такой вопрос ставится за экономистю. Это интересный момент. Это очень хорошее, очень взрослое интервью с очень правильными цитатами, месседжами и позиционированием. Я дополню, позвольте так сказать, генерала с Кибирского, но социология, которую провел Евробарометр, это одна из ведущих европейских социологических компаний, которая занимается своей работой с 1973 года перед выборами в Европейский парламент, показал следующее. Вопрос безопасности впервые за десятилетия вошел в топ-3 тем, о которых беспокоятся европейцы. Интересно. Вопрос безопасности. 30 апреля было опубликовано это исследование. Если не ошибаюсь, я не ошибаюсь, 37% жителей Евросоюза опрошенных считают вопрос безопасности приоритетным. Это тема номер один. И сейчас мы в прошлый раз говорили о том, что фактически слабость или такая скажем так институциональная определенная слабость Конгресса США разбудила Европу. Вот фактически мы сейчас видим, что Европа просыпается. Я бы выделил, мы много говорим о Макроне, это удивительное перерождение Макрона за последнее время 6,5 лет его каденции, кем он стал на наших глазах, когда для него Европа начиналась в Лиссабоне и заканчивая в Ладивостоке. Последнее заявление Макрона. Я бы всем нашим зрителям рекомендовал почитать, найти, просмотреть. Есть переведенная речь Макрона перед студентами Сорбоны, которая очень четко обозначает и обрисовывает контуры, каким, какой Европу видит Макрон. Макрон заявляет четко о том, что Европа, та, которая была до войны, Россия против Украины, никогда не будет существовать. Европа уже не вернется в тот мир, в котором он был. Макрон говорит о том, что времена, когда энергетика покупалась в России, производство было в Китае, а оборона делегировала США, закончились. Эта эпоха закончилась для Европы. Мир поменялся. Для того, чтобы европейский проект, для того, чтобы Европа смогла стать большим, чем она есть сейчас, потому что иначе она перестанет существовать, может даже в тех границах, где она есть, потому что вопрос не военного вторжения России в Европу, вопрос апологетов Брекзита. Макрон говорит о том, что Европа должна пересмотреть свое место в геополитическом раскладе, Европа должна все больше взрослеть. Макрон говорит о том, что США стали уделять все меньше и меньше внимания Европе, переключаясь на Китай, и сейчас в Европе появляется уникальный шанс вернуться к цивилизационному моделированию, не как набору меркантильно меркантильно склеенных государств, как цивилизационному все-таки проекту, который потенциально, на мой взгляд, мог бы претендовать на роль союзника США, полноценного союзника, а не подносящего патроны, либо финансово обеспечивающие могущество американского доллара. И вот вокруг этого, наверное, нужно строить и украинскую политику, и украинскую дипломатию. Роль Европы возрастает на наших глазах, осталось понять, где эти слова будут реализованы, как они будут реализованы, какую поддержку эти действия получат у других партнеров, потому что, ну, знаете, это как в отношениях двух влюбленных людей, да, предаст, знаете, кто первый, кто больше всего клялся в том, что любовь навеки. Так и здесь. Ну, то есть, наступает время, когда за эмоциями, за какими-то гормонами наступает рациональность, и вот сейчас рациональный взгляд на вещи, то есть, рациональность, она должна привести к тому, что Европа либо останется в браке с Соединёнными Штатами, на рациональных принципах, а не обязанными по итогам Второй мировой войны. Ну, либо визит Си в мае месяце покажет Европу, Европе альтернативный путь, о том, что, возможно, Европу увидят в Китае. Звучит это на сегодняшний день совершенно нереалистично и совершенно антиамериканистично, но, тем не менее, Си просто так не летает на большом красивом самолёте. Посмотрим, то есть, Европа вступает фактически сейчас как такая невеста на выданье, за которую начинают бороться, и это хорошо для Украины в том числе, геополитические игроки первого эшелона, потому что в этой же речи выступлений в Сорбоне Макрон чётко дал понять, он сказал, опубличил позицию того, что Украина это Европа, о том, что Украина это европейская семья, и со временем мы станем полноценным, полноценной части европейской семьи. Второе, что касается Украины в этом выступлении, что Украина должна победить в этой войне, и нет ничего, нет красных линий, которые Европа перед собой могла бы нарисовать для обеспечения этой победы. Вот такая у нас на май месяц картина мира. Естественно, не мы с вами такие умные вокруг нас, ну думаю, миллионы разумных людей, к сожалению, они есть и в Российской Федерации, надеюсь, их там не больше, чем десяток. Россия, понимая все это, готовится к наступлению в мае месяце. Россия готовится сорвать этим наступлением саммит мира в Женеве, в Швейцарии, простите. Россия готовится испортить Вашингтонский саммит в июле. То есть, избитая фраза уже ее последний год только ленивый не обсуждал, все решится на поле боя. Да, именно так, все решится на поле боя. И то, что будет на карте, то, что будет по линии фронта, это сильно повлияет на все, что мы будем видеть после июня месяца, потому что начавшееся, потенциально начавшееся наступление в конце мая Российской Федерации, с точки зрения военной науки, концентрация ресурсов и усилий, приведет к какому-то результату где-то середина июля, начало августа. Поэтому для Украины критические моменты, критические для ее выживания, будущего, для ее места на переговорах с Россией, для ее места на карте мира, это с мая по июль. Тогда все, я думаю, решится. То есть война двигается к своему окончанию. Будет это 25-й год, будет это 24-й год, но мы можем давать интервью, рассказывать, как бы нам хотелось, кто когда ослабеет, но я думаю, что все будет гораздо быстрее, чем 25-й год. Чем 25-й? Определенность появится, я имею в виду в определенности. Сейчас нет определенности. Сейчас идет концентрированное сосредоточение всех усилий, всех сторон. Над тем, чтобы эта определенность появилась как можно быстрее. Ведь если речь идет об определенности, то тогда вряд ли мы говорим о какой-то долгой войне, которая будет длиться годами-годами и не будет ни конца, ни края. Правда ведь? Я правильно понимаю? Я не верю в войну годами-годами. Аргумент? Почему? Все же так много об этом говорят. Если мы говорим о войне, которая длится против Украины и СССР, как мы помним, она столетиями длится. Если мы говорим о горячей фазе и о приходе к остановке войны в той или иной форме, то 25-й год это крайний срок, когда стороны этой войны, включая западные страны, либо переломят ход этой войны, либо наоборот покажут свою неспособность к переломить этот ход войны. 24-й год, когда я говорю, что я все-таки думаю, это будет более короткая перспектива, сигналы, которые можно считывать от того, что происходит в России, позволяют рассчитывать нам на то, что Россия это колос на глиняных ногах, у которых одна нога точно подбита. Поэтому иллюзия стабильности, внутриполитической стабильности в России, иллюзия того, что экономика России устойчива, то, что военно-промышленный комплекс набирает обороты. Да, это все тактически важно. Знаете, какой бюджет на оборону в США? Чуть меньше триллиона, 980 миллиардов. В России чуть больше 100, один к девяти. Вопрос, когда США наконец-то захочет победить в этой войне, будет зависеть в том числе от поведения Китая, от роли Китая. Нам недолго осталось смотреть за картиной мира. Я думаю, что вскоре она будет более четкая и порисованная. Тогда идем дальше. Вы вспомнили о фильме «Предатели» и сказали, что то, что в этом фильме обозначено, будет важно. Давайте к этому вернемся. Те, кто не смотрел, посмотрите. Три серии. На прошлой неделе вышла последняя серия. фильм фонда по борьбе с коррупцией как «Эпитафия на могиле Навального». Мария Певчих «Апологет Навального» очень профессионально, очень качественно, очень ярко изложила давно известную факту о том, как Россия стала нынешней Россией, прошлой стала Россией нынешней. Как историческая справка, как исторический экскурс в историю, весьма порезанный, весьма ангажированный, но при этом максимально новый, максимально профессионально отснятый такой продукт для кого? Для молодежи. российской молодежи, для электората, электората Путина, а также для секты сторонников ФБК, Фонда борьбы с коррупцией Навального. Решаются три задачи этим фильмом и, в общем-то, все эти три задачи идут в плюс Украине. Первая задача Фонд борьбы с коррупцией фактически этим фильмом отмежевывается от всех оппозиционеров, хороших русских, старых либералов, которые уехали в Европу и каждый по мере своих возможностей и способностей стараются быть или считаться оппозиционерами. Ходорковский с антивоенным комитетом. Прямо не назван Каспаров с Форума Свободной России, но члены Форума Свободной России это большая часть. Кох, много всех, кто были в этом фильме названы. То есть, фактически, ФБК претендует на единственную оппозиционную силу в Российской Федерации, которая не связана с теми, кого в этом фильме назвали предателем. Мне не хочется поискать сюжет фильма, но для понимания контекста того, что скажу дальше, фильм посвящен тому, как банкиры, коммерсанты, сейчас эти люди, большинство из них, пона уехавшие, посидевшие, пытаются возглавить российскую оппозицию вне России против Путина. То есть, люди, породившие Путина, возглавляют борьбу с Путиным. Вот о чем фильм ФБК. Почему это важно для Украины? Первое. Российская социология, Российская Академия наук рано проводит раз в два года исследования разного толка. Ну, последнее, то, что я видел, оно очень важное. Был вопрос россиян о том, какой строй россияне для себя считают правильным. Социализм, капитализм. впервые с 20, по-моему, с 20, с 20 года. С 20 года было два исследования, 22 и 23. Вот исследование 23 года показало, что Российская Федерация движется к большевизму. В 23 году 48 процентов россиян считают социализм лучшим общественным строем 48 процентов социализм считают лучшим общественным строем. А 5 процентов считают капитализм лучшим общественным строем. Всего лишь 5. Да. Это официальные цифры Российской Академии Наук. Интересно. А знаете, сколько было за капитализм и социализм в 20 году? Сколько? 26 процентов за социализм и 21 за капитализм в два раза за два года войны. Интересно, с чем это За три года. А с чем это связано? Интересно. Ну, например, почему теперь Путин пустился путем экспроприации, да, это мне плюс-минус теперь становится понятным, да, а почему такое изменение? Не ясно, как вы объясняете это? Вы знаете, Людмила, большевизм очень заразен. И то, что было сделано коммунистами, большевиками в 17 году, оно никуда не делось. Вот оно, нео-большевизм, нео-чекизм, я не знаю, как это назвать, то есть колесо делает оборот на более высокой степени своего развития, грабленное. То есть есть очень простое объяснение, то есть смотрите, я не помню сейчас... То есть война создает такие условия, вы хотите сказать? война создает такие условия. Люда, смотрите, война выкристаллизовывает какие-то глубинные страхи. Ну, слушайте, представить там еще пять лет назад русских, которые будут системно уничтожать Харьков и Одессу, так называемые русскоязычные или русские города, но вы могли кто-то в здравом уме, мог бы себе такое представить? Одесса, Харьков. Я, кстати, могу представить с шоу года, начиная с 14-го года. Даже после 14-го года представить такое было невозможно. Ну, то есть все звериное, все нелюдское, все дьявольское, что там где-то спряталось, черное, оно проявилось в этой войне. Знаете, война, она не меняет людей. Обычно говорят об этом про политиков и про войну. Война и политика не меняют людей. То есть она только кристаллизует то, что в них было глубинное. То есть подонки становятся еще большими подонками, честные люди становятся еще более честными люди. балласт остается балластом. То есть некоторые считают, что Россия таким образом разрушает Одессу и Харьков. Она мстит, как она считает, предателем русской идеи. Это такая вот бандитская сущность мстить за предательство. И фильм Певчих на самом деле, Мария Певчих, это ведущая, это фильм, создатель этого фильма, она как раз про социализм и революцию. Знаете, есть мы очень много с вами, очень много наших коллег обсуждали возможность начала гражданской войны в Российской Федерации, которая бы очень сильно помогла Украине выстоять и победить в этой войне. Потому что рассчитывать на то, что Украина на поле боя сил, оружие, западной коалиции победит страну, которая обладает ядерным оружием, крайне идеалистично. Внутренние противоречия, внутренняя смута, которая тяготеет Российской империи на протяжении всех столетий существования, очень сильно бы облегчила нам жизнь. Россия сейчас объединена и Путин сознательно это сделал. такая у них консолидация вокруг националистического такой, я бы сказал, истерии. То есть их вся вот это единство, это величие русской нации, чистый национализм. Ну, мы неоднократно обсуждали, что это очень сродни фактически фашизму, но давайте историки напишут за нас это все. то, что делает сейчас фонд борьбы с коррупцией, это объединение россиян на фоне, на концепции классовой ненависти. И фактически показывание, то есть этот фильм решает две задачи. Первая, она показывает, вон те олигархи, которые сидят там условно в Лондоне или в Германии, это плохие олигархи, плохие оппозиционеры, плохие патриоты, это мы не с ними. Это все, это они создали Путина, мы о них забыли. Они же такие же, они же воры, мошенники, не предатели. А вот мы в БК, борцы с коррупцией, мы против них, мы за справедливость, мы готовы возглавить будущую революцию в России против богатых. Забывайте богатых, дать бедным. Вот то, что я вижу в этом фильме, вот как я воспринимаю прозвучавшие фактически цели и задачи этого фильма. Почему нет? Пускай Россия опять утонет в том, что она приняла или откопала из могилы гражданской войне. Я думаю, что это очень хороший и очень позитивный для нас сценарий. Если россияне не одумаются, если не поймут, что причина находится в Кремле и единственный способ избежать этого сценария это смерть Путина в той или иной форме. Но Россия заслужила такой исторический виток в конце концов. Я бы еще добавил, продолжая тему, что ждет русских. Знаете, мы много обсуждали, вы видели то, как у нас товарищ Карлсон, псевдожурналист, как мы понимаем, берет интервью у различных псевдопрезидентов. Последнее интервью было у Дугина. Я думаю, вы это видели. Ну, то есть типа журналист берет интервью у типа философа. Обратите внимание, что Дугин в своих высказываниях и в своем обращении к американским прежде всего республиканцам, к избирателям Трампа очень часто и много говорит о традиционных ценностях, о том, как либеральный мир загнил, о том, бла-бла-бла, ну и вся эта история российского фашизма, но тем не менее вопрос традиционных ценностей и православия, религии. Чтобы завершить наш разговор, я немножко интерпретирую слова российского Власика Достоевского. Все, что Россия взяла в православие, это способность перекреститься перед тем, как зарубить топором. Вот это вся суть России. Александр Харебин был сегодня нашим гостем, за что мы очень признательны. Александр, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...